Сейчас я расскажу, чтобы было понятно, что такое Тора в современном мире. Вопрос такой, в недельной главе, сейчас книга Шмот, имена, идут перечисления имен. Из этой недельной главы есть медраж, что в Египте евреи сохранились как народ, потому что не меняли имена. У них были еврейские имена. Еврейские имена, по-моему, вторая одежда и третья, я не помню, что у них было еще. Не говорили Лошан-Ара. Но имена, как бы, это ключевое, они не меняли имена. Значит, из этого следует вопрос на сегодня. Актуальный вопрос. Евреи, которого родители в детстве назвали Сережей, Сашей, Петей, ну, любое имя нееврейское. Потом он становится религиозным. Должен ли он, ну, когда он становится религиозным, он обычно берет себе еврейское имя. Но должен ли он после этого, вернее, не должен ли, может ли он пользоваться своим старым именем. Или он должен поменять все свои паспорта, там, и все, и старым именем не пользоваться. Актуальнейший вопрос. Значит, один из раввинов, ну, Марамшик его звали, один из раввинов, так, автор книг, когда ему задали этот вопрос, он приводит ряд доказательств и говорит, нельзя, запрещено. Вот мы видим, в этой недельной главе написано, что они не пользовались, они этим самым сохранились как народ. Написано, есть приказ, отделяйтесь, будьте отделены от идолопоклонников, от других народов. Значит, есть приказ отделяться, значит, есть пример в Торе, нужно только, чтобы были евреисти имена. Рам Можи Фанштейн, вот как раз он говорит, абсолютно нет, говорит, абсолютно нет. Нет, вообще, можно называться неевреским именем, нет никакой обязанности его менять. Конечно, лучше называться евреским именем, из Торы, там, из Танаха, но, говорит, нет никакой проблемы. Почему он говорит, нет никакой проблемы? Да, говорит, написано, надо отделяться, надо отделяться, потому что, написано, вы народ святой, то есть, вы народ священников, вы должны отделяться. Но, говорит, в то время, когда не было Торы, так как они могли отделиться? У них не было Торы, не было заповедей. Они могли отделиться только именами. Это было их на тот момент, когда пока не было Торы, это было инструментом отделения, самым явным и самым ярким. На момент, когда есть заповеди, которые отделяют Бритмила, Шаббат, Тфилин, вся еврейская жизнь настолько регламентирована и отделяется от жизни нееврейской, что еще и имя не является никаким определяющим фактором, если есть все остальные определяющие факторы. Поэтому, он говорит, никакой проблемы нету. Иногда называться тем именем, иногда тем именем. То есть, разные взгляды, разные подходы. И поэтому, значит, письма Любавичского Рэбе, так как он писал очень много, и именно он все время писал от имени Торы и использовал, он был большой мудрец Тора, они работают. Вот. Так теперь продолжим, да, Мишли, последнего часа. Это мы как раз уже изучили в тот раз. Сейчас хотя бы один посук новый выучим. Так он говорит, аль те хохам бейнехо, не будь мудрецом Торы в своих глазах, хохамом, потому что если ты не знаешь Тору, ты не можешь говорить от имени Торы. И бойся Бога и отодвинься от зла. Это точно. То есть, надо как бы в своих решениях руководствоваться вот этим главным принципом, трепет, страх нарушить волю Бога, потому что это и должно являться главным фактором. Да, потому что если человек боится нарушить волю Бога, тогда он спросит, и кровину сходит, и так далее. А если он не боится, тогда он, а фигня, мол, и сделай там, ну то, что сделай. А потом может потом переживать, зачем я это сделал. И так может переживать, что капец. Вот, например, ну там много есть примеров, которые я не хочу говорить. На тема, когда человек нарушает заповеди. Вот, даже сегодня же я читал тоже, как слова мудреца, чтобы связать все в одно, как слова мудреца они оказывают влияние. Значит, пришел к, был Раф Эльханан Спектор, перед войной он был в Америке, и пришел к нему один человек посоветоваться, к Равину, и пришел к нему посоветоваться насчет сына. Говорит, вот сын, он сейчас учится в Ешиве, но говорит, я хочу его отдачить, ну, чтобы он учился в университете, там, ну, такое светское образование. Тот ему говорит, а зачем? Он говорит, ну как зачем? Говорит, написано в Перте вот, что, написано в Перте вот, что хорошо совмещать изучение Торы с Дера Хера, с профессией. Значит, он Торо уже получил нормально, значит, пускай получит профессию. Тот ему говорит, я вам не советую этого делать, потому что на сегодняшний день, ну, то это было Мишна, время Мишны, сейчас другое время, Америка говорит, если, ну, глубже копнуть в Торо, посмотреть, да, то в Торе есть такой закон, что если рождается ребенок в какой-то семье, и ему делают обрезание, и он умирает, не дай Бог, и потом второй ребенок рождается в этой же семье, и он умирает, тоже не дай Бог, после обрезания, от обрезания, то третьему запрещено делать обрезание. Не просто, там, нет вопроса, да, то есть, ему в этой семье, значит, есть, ну, есть что-то, что может принести предрасположенность. Ему просто запрещено, законом Торы запрещено делать обрезание. Он говорит, ну, тем более, ну, то есть, да, все, уже все. Потому что есть опасность, потенциальная опасность, нет, суть этого закона такая, что если есть опасность умереть, то все заповеди отменяются. То есть, в этом случае оно так работает. И он говорит, что теперь, он говорит, если посмотреть вокруг, то большинство из тех, которые из Ешивы перешли в университеты, оставляют Торо. И говорит, конечно, хорошо совмещать Торо с профессией, но не в случае, когда профессия может привести к уходу от Торы. А сейчас большая вероятность, то есть, в этом случае запрещено обучать профессии, если это может привести к уходу от Торы. Тот не послушал. Прямо вот, может, здесь это даже и журнал, вот этот Бирот Ицхак, это в этом, я же читал в журнале. Тот, значит, не послушал и забрал сына из Ешивы, и этот сын на следующий год заболел и умер. Прямо физически умер. То есть, заболел какой-то болезнью и умер. То есть, слова мудреца, естественно, он не хотел, чтобы он умер. Он не хотел, ни в том случае. Но его, ну, как бы, могло оказать влияние, ну, каким-то образом. Каждое слово имеет влияние у любого человека. А слова таких мудрецов, которые, как Ивас Каим, Эрхан Адспекта, то есть, они были вообще, ну, ангелы. То есть, их слова имели колоссальную силу. И, поэтому, поэтому, надо, надо отодвигаться от зла и бояться Бога. Бояться Бога и, значит, исходя из этого, стараться делать все по Торе. И тогда, он говорит, что будет она твоим выздоровлением. Прямо она будет хорошо влиять на свое здоровье. Что не будет никакого, когда идешь по пути Торе, не будет никакого вреда. Вот. Дальше написано, что, последний пасук, что, почитая Бога и своего имущества, что имеется в виду Мионеха, что давать сдаку, и, значит, умеришит коль твуатеха, и от начала всего твоего урожая. Именно от начала всего твоего урожая, значит, мы решили, латет труму от ве мастрот. По-простому. В чем здесь идея главная? Что, когда, это началось еще с Каина и Эвеля, сыновья первого человека, и вот они, пришла идея Каину, именно пришла идея Каину, принести Богу приношение. Значит, но Каин принес от плодов земли, да, то есть, он дал, ну, там, семена льна даже, он дал такое. Ну, из самого простого, ближе к худшему. А Эвель дал лучшее. И Бог принял жертву Эвеля, не принял жертву Каина. Там дальше они, у них возникли сфор, он его убил. Но здесь интересно, что по тому, что человек ставит на первое место, не то же Богу что-то нужно, ему ничего не нужно. Но здесь показано, опять же, порядок приоритетов. Когда ты даешь лучшее, когда ты даешь не лучшее, когда ты, например, вот в субботу, например, я считаю, что мы делаем огромную вещь, суббота, можно было бы чем заняться, а мы сидим, учим Тору, да, то есть, можно сказать, лучшее время недели, и вообще, когда соблюдаешь субботу, лучший день недели, отдаешь Богу. И у многих это, опять же, выбор. Ну, там, если бы вот они сделали субботу в понедельник, тогда было бы удобнее. Нет, суббота – это суббота. То есть, надо отдавать Богу лучшее, и Он будет всем нам давать лучшее. Все, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем 46 занятия. И с Божьей помощью, чтобы было у всех хорошей недели. Да, спасибо. Здравствуйте.